Гражданский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Казахстане, в который входят известные медики и эксперты, активисты и блогеры, проводили работу с населением по разъяснению вопросов, касающихся вакцинации. В ходе встреч с казахстанцами они выяснили, что факты, когда человек имеет паспорт вакцинации, но прививку не делал, далеко не единичны. Но многие сожалеют о необдуманном поступке. Имея зеленый статус вакцинированного, получить прививку они попросту не могут. Тот механизм, который мы предложили рассмотреть, о том, что человеку не нужно будет ни в чем признаваться, никуда обращаться, он просто для себя должен принять решение и прийти в пункт вакцинации. И, соответственно, когда там высветится его статус, что он уже вакцинирован, он должен подписать отказ от ответственности, что он не будет возлагать ни на кого ответственность в случае, если он до этого действительно вакцинировался, не вакцинировался. Естественно, тут же встает вопрос, какие последствия повлечет признание человека в том, что паспорт куплен. Активисты предлагают не наказывать людей в административном порядке, но при этом обязать его оплатить вакцину. Второй механизм для обеспечения принципа справедливости. Раз человек пренебрег бесплатным, бесплатную услугу от государства, пошел на неправомерные действия, то, как минимум, он, наверное, должен заплатить за вторую дозу вакцины. И мы принципиально говорим о том, что, наверное, этих людей, хоть они и заблуждались, но заблуждались, наверное, добросовестно, их не нужно наказывать, привлекать к ответственности. И это был бы такой хороший баланс между, с одной стороны, гуманизмом и, с другой стороны, справедливостью. Найдет ли эта инициатива воплощения в жизни, пока неизвестно. Но в штабе говорят о том, что они готовы стать площадкой для сбора мнений, людей, экспертов и других компетентных специалистов. Мы вышли в правительство с предложением провести амнистию для подобных людей. Безусловно, это полностью компетенция Международной комиссии при правительстве. Мы готовы стать такой экспертной площадкой, внести конкретные предложения по механизму. Пока реакции правительства государственных органов нет, но вопрос существует. Я думаю, что в любом случае какое-то решение должно быть принято. Организаторы надеются, что если им удастся пропудить сознательность в вопросе вакцинации у граждан и большая часть людей, подлежащие вакцинации, получат прививку от COVID-19, сформированный коллективный иммунитет поможет вернуться стране к прежней доковидной жизни. Яна Галла, РТН